Более 120 жителей Коми с начала 2022 года воспользовались материальной помощью на газификацию жилья. Размер этого вида государственной поддержки по поручению главы республики Владимира Уйба увеличен до 75 тысяч рублей. Газ при этом подводят до границ участка без привлечения денег владельцев дома. Как принять участие в программе, расскажет Ксения Лосева. Свой дом, чистый воздух и тишина. Афатканева переехала с семьей в Ильгард два года назад. Отказаться от городской жизни решили в пользу детей. Их у Каневых пятеро. Построили дом и встал вопрос отопления. Печку отмели сразу, устаревший вариант. Остановились на электрическом котле. Вот только счета за электроэнергию стали приходить космические. Тогда-то и узнала Афат о госпрограмме материальной помощи на газификацию жилья. Все документы я оформила. Мне дали уже план строительства этого всего. И все. И я потом все документы отнесла в соцзащиту, чтобы они мне помогли. Ну, в плане того, что они тоже... Да, помогли. И далее. С 1 июня вышел закон, что есть такая услуга, что дают 75 тысяч. И я это как бы оформила. И мне дали согласие, что мне перечислить денежку туда. Материальную помощь при газификации жилья могут получить семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, одинокие родители, семьи, имеющие детей с инвалидностью или молодые, в которых супругам не больше 30 лет, а также молодые специалисты на селе. Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий также могут рассчитывать на помощь от государства. Предусмотрена она и для малоимущих граждан. На что дается эта материальная помощь? На проектирование и строительство газопровода внутри границ земельного участка, на строительство и проектирование также этого газопровода уже внутри жилого помещения, а также на приобретение, монтаж, установку газораспределительного оборудования, но это уже для жилого помещения. Матпомощь на газификацию жилья предоставляется единовременно и перечисляется подрядчику, который проводит работы. Для получения выплаты необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства или любой многофункциональный центр моей документы на территории республики.